Сегодня в России стартовала основная волна ЕГЭ. Правда, первый день пробный, или как его называют специалисты, технологический, прошел без выпускников, для того, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, все ли готово в школах для проведения испытаний для 11-классников. Готовность единственного пункта проведения экзамена в Ненинском округе оценил в Рио главы региона Юрий Бездудный. Мария Данник расскажет подробнее. Сегодня в городской школе номер 5 генеральная репетиция итогового испытания для выпускников. Все по-настоящему от пропуска в экзаменационной аудитории до работы штаба. ЕГЭ начинается с 3 июля. Сегодня 29 и 30 числа. Это дни, когда мы проводим технологическую отработку всего процесса экзамена, который будет у нас начинаться с 3 июля. Сегодня мы проверяем готовность пунктов, готовность организаторов, готовность техники, которые находятся на пункте, для того, чтобы у нас не было никаких сбоев уже в боевой период. Перед входом в пункт проведения единого госэкзамена – пункт санитарного контроля. Помимо проверки документов, измеряют температуру и обеспечивают средствами индивидуальной защиты. В этом году меры безопасности вышли на первый план. У нас все организаторы проходят обработку специальными средствами, получают маски и перчатки, находятся на пункте экзамена весь период в масках и перчатках. Дети у нас, конечно, без масок и перчаток, потому что в масках и перчатках неудобно сдавать экзамены. В процессе экзамена у нас соблюдаются меры социальной дистанции. То есть мы создаем здесь большого накопления детей, у нас проход идет по графику, организуется. В школе для сдачи ЕГЭ подготовлены 19 аудиторий и один штаб. Сегодня, в день тестирования площадки, задействованы три аудитории. В дни ЕГЭ самыми массовыми станут экзамены по химии и обществознанию. Тогда будет одномоментно задействовано 16 классов. В этом году, в связи с тем, что у нас один пункт проведения экзамена, в основной период, есть еще ЦРО на дополнительный период, у нас увеличено количество аудиторий еще на три. В этом году у нас в аудиториях не более 11 детей. Обычно это все-таки 15-16 детей. В связи с этим у нас и увеличено количество аудиторий. Подготовку к проведению ЕГЭ в Ненецком округе оценил и временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный. Он посетил несколько аудиторий. Выводы очень положительные. Школы готовы к проведению ЕГЭ. В этом году ЕГЭ в необычных условиях проходят. Мы, безусловно, понимаем, насколько переживают родители, как переживают ребята. И мы в первую очередь думаем о том, чтобы этот экзамен был максимально безопасным для них. Вопросы безопасности на школе, на администрации. Ребята должны думать только о том, чтобы успешно сдать этот экзамен. Успешно сдать экзамен, поступить в высшее учебное заведение, чего всем ребятам я и желаю. В этом году в Ненецком округе 385 выпускников 11 классов. Однако сдавать экзамены будут только 251 человек, из которых 222 – выпускники текущего года. Резервных дней для того, чтобы пересдать экзамен, не будет. Они предусмотрены только для тех, кто в дни проведения испытаний не явится по причине болезни. Мария Даник, Владислав Новский, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова